Друзья, добрый день! Мы рады приветствовать вас на наших нешкольных беседах о школе. И, как ни странно, но в самом начале учебного года мы предлагаем обсудить тему, которая, кажется, становится актуальной и такой прямо самый горячей в конце учебного года. Мы будем говорить сейчас про единый государственный экзамен. И, казалось бы, до него еще очень много времени, он вообще будет в следующем году. Но мои собеседники утверждают, что сейчас самое время об этом поговорить, если не вчера следовало начинать этот разговор. Я представляю вам, участников нашей сегодняшней беседы, абсолютных экспертов в теме, которую мы заявили. Директор и учредитель частной бизнес-школы ЗМАФ Морозова Елена Юрьевна и Юлия Иосифовна Тимина, учитель математики, руководитель кафедры математики. Да, в бизнес-школе «Взмах» есть кафедра математики. И, что сегодня очень важно, классный руководитель класса, который выпустился буквально недавно и выпустился из школы с блестящими результатами ЕГЭ. Да, действительно, результаты в этом году в нашей школе удивительные совершенно. Надо сказать, что мы уже много лет очень прилично сдаем ЕГЭ, мягко говоря. И результаты 95+, это тот результат, в который целится каждый взмаховец. Но вот, пожалуй, впервые в этом году в нашей школе три стобальных результата. Значит, один стобальный результат по русскому языку, два по истории. И вот я от себя люблю это добавлять. Еще четыре стобальных результата по базовой математике. Юлия Осиповна, как математик, смотрит на меня скептически, потому что базовая математика, ее сдают те ребята, которым не нужно как бы поступать в ВУЗ, где требуется математика. Да, эти ребята сдают профильный экзамен. Но согласитесь, когда дети, которым не нужен этот экзамен для ВУЗа, сдают его не просто на пятерку, пятерка начинается от 70 примерно процентов, а на 100 процентов, то есть не совершая ни едимой ошибки. То это, в общем, о многом говорит и про ребят, и про качество образования. Поэтому лишний раз являюсь на респект вашей кафедре. То есть на самом деле у нас высокие результаты и по профильной математике, но база – это, в общем, тоже как бы так очень серьезно. Ну, действительно, базовая математика не обязательна для поступления, но опять-таки, как правило, ее сдают люди, которые очень так гуманитарные, которые выбирают основными предметами историю, общество, знание или там химия-биологическое направление. И то, что эти ребята столь достойно справились впервые в этом году, это, правда, очень приятно, дорогого стоит. Да. Ну и вот если говорить чуть-чуть про нашу школу, хотя наша беседа адресована вовсе не только родителям детей, которые учатся у нас, мы действительно хотим поговорить о том, как любому ребенку и любой семье помочь подготовиться к этому экзамену. Но чтобы завершить вот такое наше представление, хочу сказать, что, ну, может быть, многие знают, что у нашей школы буквально три года назад появился северный филиал, да, и теперь у нас два филиала школы – на юге и на севере города. И наш новорожденный северный филиал, в который пришли дети из разных школ, да, если на юге они, ну, выращиваются, да, практически с первого класса, и мы обычно принимаем детей, да, и там в седьмой класс, и в восьмой, и когда-то даже и в одиннадцатый бывают такие случаи, то в северном филиале все собрались из разных школ, с совершенно разным уровнем, да, с разной мотивацией, с разной степенью готовности серьезно, да, учиться и так далее. И вот впервые в этом году, да, наш северный филиал тоже сдал экзамены очень достойно. Надо сказать, что, ну, практически две трети, да, наших детей поступили и южных, и северных на бюджет. Есть те вузы, да, где просто нет бюджета, да, и у них не было такой возможности. Но вот из стобальных результатов, например, да, то есть вот один результат по истории принадлежит южанам, а второй результат по истории принадлежит северянам. И результатов девяносто плюс много и в том и в другом филиале. И мы это говорим не только для того, чтобы похвастаться, но самое главное, да, для того, чтобы сказать, что, ну, такая технологичная, грамотная и правильная подготовка дает возможность, ну, обычному ребенку, да, то есть не только гениальному, да, а обычному ребенку действительно, да, вот подготовиться очень качественно и сдать экзамены, ну, вот на самые высочайшие баллы, в том числе, да, и получить стопроцентный результат. Мы много лет уже воюем с ЕГЭ, и я говорила, что мы много лет сдаем его успешно, и вот эти стобальные результаты не первые в нашей школе, да, и, тем не менее, каждый год чему-то учимся, да, и вот, пожалуй, в этом году, да, вот, несмотря на то, что год был очень трудный по очень многим причинам, да, и очень многие ЕГЭ изменились кардинально, и педагоги, да, штурмовали, да, значит, этот новый экзамен, ну, вслепую, да, не зная, как что будут оценивать, да, то есть, вот, как дети будут укладываться не в 4 часа, а в 3 часа, да, по целому ряду предметов сократили время, да, и, тем не менее, ну, вот наши такие усилия дали очень приличный результат, и нам кажется, да, что вот мы вполне можем поделиться своими наблюдениями, да, своим пониманием того, да, что необходимо, да, для действительно высоких результатов, да, и я думаю, что, в общем, это интересно достаточно широкому кругу родителей, да, и, конечно, одиннадцатиклассников. Ну, на самом деле, мне кажется, что такой анонс прозвучал не просто интригующий, он очень оптимистичный, потому что я думаю, что я не преувеличу сейчас, если скажу, что состояние родителей, детей, которые приближаются к выпуску, да, оно такое близкое к панике очень часто, да, и в то же время я услышала сейчас ответ на вопрос, который еще не успела задать, возможно ли сдать ЕГЭ на 100 баллов, да, и результаты показывают, что да, во-вторых, есть система, то есть это не вопрос таланта, ну, безусловно, талант, трудолюбие, одаренность, но это вопрос системы, и вопрос, наверное, мой сейчас будет таким, вот родители услышали, что это возможно, чуть-чуть выдохнули, после того, как у них наладилось сердцебиение, что делать дальше? Существует такое бытует мнение, что вот мы возьмем репетиторов, пойдем на курсы в октябре месяца 11 класса, и вот мгновенно как-то, да, вот решим эти вопросы. Конечно, подготовка к 100-бальным результатам – это длинный путь, и не побоюсь сказать, начиная с 7-го, 8-го класса. Во-первых, да, хочу предостеречь и сказать, что вот репетитор сегодня, и репетитор там вот несколько лет назад, да, там 5 лет назад, 10 лет назад – это два разных репетитора, да, потому что все-таки, то есть вот сейчас очень много репетиторствующих студентов, очень много людей, да, то есть это стало такой вот прям, знаете, там, темой для заработка, да, и зачастую очень много людей, которые, ну, как бы успешно позиционируют себя как очень опытных людей, а на поверку, да, значит, оказывается, что это, ну, мягко говоря, не совсем так. И даже вот в нашей школе, да, мы когда ищем хороших преподавателей, у нас как-то количество детей увеличивается каждый год, и когда мы ищем хороших преподавателей, мы в том числе, да, ищем и на сайтах репетиторов. И когда-то берем человека, да, у нас практикуется такой режим, берем в качестве, ну, со-преподавателя, да, то есть преподаватели вдвоем, да, наш опытный и тот преподаватель, который, ну, как бы вот проходит испытательный такой срок, работают вместе. И вот как будто бы, да, преподаватели, мы поверили в него, преподаватель, ну, рассказывает про высокие результаты, про много лет работы, да, а затем мы видим, да, что он плывет в, ну, в общем, достаточно банальных вещах, и это неудивительно, понимаете, потому что все же, ну, репетиторство – это отдельная песня, да, это немножко иной, да, там, жанр, при котором человек вполне может себе позволить, да, вот не во всем разбираться досконально, да, и в этом очень сложно разобраться родителю, да, поэтому вот репетитор – это, ну, как бы очень непростая, да, такая материя, и вот, значит, как его найти – это большой вопрос. Курсы, да, значит, второе, да, что очень любят родители, да, ну, и курсов много, да, которые как-то себя позиционируют, но очень часто, да, курсы считают, вот даже когда они публикуют как бы хорошие результаты, да, то есть они считают, что 85 – это прям вау, да, а там 75 – это, ну, приличный, хороший результат, да, на который подготовили ребенка на курсах, и это правда так, да, то есть вот 85 – это вау для курсов, да, 75 – это норма, потому что, ну, курсы – это, как правило, два-три раза в неделю, да, да, значит, пару часов после школы уже уставший ребенок, да, на курсах пересказывают в ином виде то, что делают в школе, да, у ребенка реальность раздваивается, а если есть еще и репетитор, то расстраивается, да, и, ну, вот сверхвысоких результатов, да, по-настоящему высоких, таким образом добиться сложно, но прежде всего, да, полностью присоединяюсь к Юле, подготовку важно начинать заранее, вот, знаете, даже на родительских собраниях порой мы начинаем рассказывать семиклассникам, восьмиклассникам, да, родителям про ЕГЭ, и кто-то говорит, ой, ну, когда еще этот ЕГЭ, да, а вот завтра вот этот ЕГЭ, понимаете, и понимать вот, что важно, это не значит, да, что в седьмом классе надо отложить все интересное, взять там три предмета и прям вот, значит, в них со страшной силой углубиться, и мы так не делаем, да, но определенные вещи, да, надо иметь в виду и надо делать, и поэтому, если нас слушают родители, ну, детей, которые, значит, еще учатся в седьмых-восьмых классах, ищите школу, да, про школу и как ее искать тоже сейчас расскажем. Если же, да, это уже десятый класс и одиннадцатый, что важно, но прежде всего, да, это мотивация ребенка, потому что репетитор, не репетитор, да, вот мы за 30 лет работы, да, и сколько там, 15 лет, наверное, работы с ЕГЭ, ну, съели очень-очень много соли, да, кудами на этом поприще, и вот очень разное видели, да, то есть вот, ну, репетитор у ребенка просто каждый день, да, но если у него, вот, что называется, глаз не горит, да, и если это не его, как бы, ну, не знаю, затея, да, то, ну, все равно это малоэффективно, да, и вот как это сделать, да, это очень непростой вопрос, конечно же, да, но очень важно, чтобы хотелось самому ребенку, а у ребенка, то есть психологический такой настрой, ну, или давайте я перечислю разные, значит, нюансы, да, потом, может быть, мы вернемся к каждому подробнее, то есть вот прежде всего, да, нужно, чтобы ребенок хотел, и вот отчасти и поэтому, да, высокие результаты в нашей школе, да, потому что, с одной стороны, ну, как бы, это команда, да, это группа такая мотивированных детей, которые друг друга, да, дополнительно мотивируют, то есть первое, сам ребенок, мотивация, а мотивации только родителя точно недостаточно, второе, это правильный, и это очень соотносится с мотивацией, правильный выбор предметов для сдачи, да, и пути, зачастую, да, родители, и именно родители не очень сильных детей, выбирают максимально трудный путь, да, то есть вот для того, чтобы поступить, зачастую, достаточно трех экзаменов. По очень многим, в очень многие вузы, по очень многим специальностям трех экзаменов достаточно. Сейчас Юля, да, расскажет чуть позже, какие, да, но родителю кажется, возьму-ка я четыре предмета, а то и пять, да, да, значит, не один предмет, так другой, да, и вот родителю кажется, это очень хорошая идея, да, я типа подстраховался, сдаю мой английский, да, и, значит, историю, и общество знания, если история будет плохая, да, использую английские общество знания и так далее, а плюс еще математика и русский, да, обязательные предметы. И в итоге, да, бедный, несильный ребенок, да, растаскивает свое время, свои усилия, свое внимание, свою память на пять предметов, и это нереально, вот нереально. Все высокие результаты, вот я совершенно серьезно заявляю, все высокие результаты, если это не гениальный ребенок, да, вот бывают гениальные дети не в нашей школе, да, да, вот истории рассказывают, 4 ЕГЭ и 4 сотни, вот это, ну, экстремально, да, одаренный ребенок, такие бывают, но обычный ребенок, даже способный, да, вот все-таки его нервы, да, его время, его силы, есть смысл, да, поэкономить, и поэтому вот очень здорово было бы проконсультироваться, вот какой кратчайший путь, да, не нужно брать лишний предмет, скорее, да, сконцентрироваться вот на трех необходимых, да, причем тех, которые максимально близки ребенку, потому что вот даже история общества знания, казалось бы, близкие, да, предметы, на самом-то деле очень разные, да, в истории гораздо больше дат, да, гораздо фактологии, да, и это непросто, да, и кого-то отпугивает, да, много чего нужно выучить, много что надо там знать наизусть, но, как это ни странно, это может оказаться проще для многих детей, потому что в обществознании, с одной стороны, да, значит, не так много фактологии, но, значит, простите меня, сколько, Юля, мы считали, там, несколько сотен определённых, терминов, которые надо знать вот просто на зубок, потому что часть вопросов вот прямо это тестирует, да, во-вторых, надо уметь рассуждать, надо уметь, в истории это тоже, конечно, ну, как бы используется, да, и не помешает, что называется, но все-таки вот больший, да, больший пул, да, задач, да, связан с сознанием истории, да, а в обществознании надо, ну, как бы и чувствовать конъюнктуру, простите, да, значит, за такие слова, да, и понимать, вот, ну, какой ответ кажется правильным автору учебника, да, это вот, ну, вот правда правдивейшая, да, и вот мы своих детей прямо вот этому учим, да, то есть вот понимая, да, вот, ну, кто, да, является автором ЕГЭ, да, и понимая, да, значит, какой из учебников принадлежит этому автору, да, потому что вот строй, как бы, вопроса и ожидаемого ответа, ну, просчитывается, да, что называется, да, и вот это важное чувство для того, чтобы прямо 100% получить, да, то есть можно знать материал, но если не знать, ну, вот, специфики экзамена, никаких 100 баллов не получить, вот это вот совершенно однозначно, вот просто, да, знание предмета и результат на ЕГЭ – это абсолютно не одно и то же, да, и поэтому, да, значит, вот обязательно нужно искать в помощь своему ребенку, может быть, даже не репетитора по предмету, да, потому что многое из этого, да, можно выучить и самому, да, если это одаренный, да, ребенок, ну, как бы, может быть, из семьи, которая там, ну, не знаю, не может платить много денег, да, и курсом, и репетитором, и еще кому-то, и много чего может сделать ребенок сам, а вот консультант, да, который, там, может быть, раз в неделю встречается с ребенком, но который досконально знает, да, специфику экзамена, да, и который вот нюансы, да, проверит, не просто знание, там, форму, да, и правил, а вот нюансы те самые, вот это бы было очень даже здорово. Но, значит, еще раз начинаем с правильного выбора. Зачастую, да, правильным выбором может быть и колледж, да, потому что, значит, это тоже образовательный маршрут, вполне себе уважаемый, и мы в прошлых наших выпусках об этом рассказывали, да, да, если все же вуз, да, то есть минимальное и вот подходящее вашему ребенку количество экзаменов. Вот все-таки, да, да, даже история или общество знания очень есть о чем подумать. Третье, да, это партнер. Вот, ну, надо быть неимоверно одаренным, чтобы сделать это самому. Вот даже, да, спортсмену. Спортсмен, да, это человек с характером, да, человек, который, простите, ну, как бы работает на высокий результат, да, у которого, там, я не знаю, многомиллионные, там, не знаю, значит, светят контракты, да, значит, какие-то, ну, это серьезно, да, то есть высочайшая мотивация, не просто куда-то там поступить, да, и то ему нужен тренер, и не один, а целая команда, да, то есть вот у современного спортсмена, да, значит, человек 50, да, команда, которая помогает этому спортсмену, да, приходить на соревнования, да, значит, в пике формы, да, значит, с психологически готовым, да, и так далее, и так далее, и так далее, и питание, и нутриенты, да, значит, и витамины, и очень много что, да, вот обеспечивает большущая команда, и вот эта вот поддержка, да, группа поддержки, это очень важно, и, знаете, вот мы порой даже со своими родителями, да, на каком-то этапе говорим, дорогие родители с несильными детьми, да, помогайте, да, значит, почему только мы, ну и ребенок как умеет, да, подключайтесь, нам нужно то-то, 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 и далеко не всегда встречаем прям, знаете, такое понимание-понимание, то есть вот группа поддержки, имея в виду и родителей, да, и тех, кто рядом, да, и, ну, вот наставников, да, то есть тех людей, да, которые вот помогают ему предметно, если есть такая возможность, и, конечно, на курсах, да, где детей много, да, где все-таки фронтальная работа, даже если работа в небольшой группе, да, то все равно, ну, вот по нашему опыту, да, для вот экстремально высоких результатов нужна вот просто абсолютно индивидуальная работа, и зачастую ни одного преподавателя, да, то есть вот у нас, да, с каждым ребенком, ну, вот, скажем, к обществознанию, да, готовится пять детей, да, и часто вот эта группа из пяти детей делится на три подгруппы, да, потому что есть очень сильные дети, с которыми у них одна задача, есть дети, которым сложнее, у них другая задача, да, и у ребенка есть возможность, да, то есть есть выбор, да, там, из пяти преподавателей, кто-то лучше рассказывает, кто-то лучше, ну, чувствует вот эти нюансы, да, кто-то помогает детям учить формулировки, да, и так далее, и так далее, потому что, ну, вот это все непросто, вот правда непросто, да, и если вот, ну, у семьи стоит такая цель, да, там, высокие баллы, да, там, ребенок мечтает поступить в медицинский институт, да, значит, в МГИМО, да, на, там, какой-то факультет, да, там, физтех, ну, то есть действительно вот такие вузы, да, где, ну, вот поступление, в общем, гарантирует, да, действительно, ну, я не знаю, очень серьезную карьеру, да, и таких вузов, ну, как бы с десяток, да, там, в Питере и в Москве, и, ну, для этого требуется действительно в некоторой степени такая командная работа, ну, и, знаете, такая неустанная, да, психологическая забота и поддержка на всем протяжении пути, вот, затем, да, такое правильное выстраивание тактики, да, назовем это так, да, что мы делаем в начале года, да, что в середине года, зачастую, и тоже родители часто, ну, здесь бывают неправы, родители считают, что вот в последние три месяца надо сделать, да, значит, такой стартовый рывок, и вот даже, опять же, наши родители, мы работаем с ребенком, да, у нас есть прогресс, у нас есть там, значит, понимание, куда мы идем, затем, значит, вдруг мама решает, что ребенку нужно пройти курсы, вот специальные такие курсы, да, по русскому языку, да, чтобы, типа, избавиться от орфографических ошибок, да, и, значит, вот какие-то там краткие курсы, но по подготовке к ЕГЭ еще раз все переслушать, да, ребенок начинает пять раз в неделю ходить на курсы, да, значит, не успевает делать домашние задания, да, значит, теряет концентрацию в работе с основным преподавателем, и мы имеем, да, значит, подтвержденный худший результат, да, чем мы рассчитывали, и чем мы точно получили бы, да, если бы вот не это суета, да, то есть вот скорее в конце, да, значит, надо уже, ну, как бы выводить ребенка из стресса, да, и, ну, как бы решать другие задачи, да, то есть вот самая главная, да, такая интеллектуальная подготовка все-таки должна распределяться, ну, планово. Вот тоже не все родители понимают, да, что ЕГЭ, особенно если это там четыре экзамена, да, и английский, да, или там физика или химия, это, значит, английский, это два экзамена, устный и письменный, да, значит, физика и химия, да, это теория и практика, да, то есть это пять раз, да, значит, ребенок должен прийти куда-то, пройти через металлоискатель, да, значит, пережить стресс и прочее, 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 чисто физически это тяжело, да, и к этому надо грамотно готовить. Ну, то есть вот основные, да, деталей еще много, но основные вот этапы, да, которые надо иметь в виду, пожалуй, вот эти, да, и, конечно, если вам удается найти правильную школу, да, с которой вы делаете это вместе, да, то есть вот все равно и родителю одному сложно, и школе одной сложно, да, с которой вы реально можете делать это вместе, это огромное счастье, да, будь то, там, гимназия, да, там, профильная, или, там, не знаю, там, частная школа, там, подобная нашей, да, или, там, не знаю, значит, ну, какой-то иной, да, там, способ подготовки, но вот те люди, которые знают ребенка несколько лет, которые видят его каждый день, да, не два-три раза в неделю, а каждый день могут держать руку на пульсе, и вам помогать держать руку на пульсе, да, в ежедневном режиме, это, конечно, имеет колоссальное значение, это очень важно, и вот многие наши родители говорят, что, ну, как бы, вот это большое человечество и счастье, да, что мы проходили этот путь вместе. Как искать школу? Достаточно ли ориентироваться на результаты ЕГЭ? Надо ли посмотреть эту статистику? Вот какие ключевые критерии для поиска правильной школы, когда мы говорим про подготовку к ЕГЭ? Из какого класса? С седьмого, с восьмого, когда ребенка надо туда привезти? Я считаю, что, конечно, с восьмого класса, я повторюсь, это тот класс, с которого начинаются уже и предметы, такие как физика, слово более сложное, да, и химия, и самые базовые классы с точки зрения математики, русского языка и литературы. Если говорить, что мы ориентируемся на школу по баллам, которые она демонстрирует на ЕГЭ, но я тоже подтвержду эту мысль, что, конечно, высокие баллы – это исключительно индивидуальная работа. Массовая школа, когда в классе 30 плюс детей, физически не в состоянии один педагог, работающий с классом, три, четыре, пять, шесть часов в неделю вот с таким количеством ребят, это невозможно. И даже если какие-то штучные получаются, какие-то выбросы с высокими баллами, если мы, да, свяжемся с этими выпускниками, мы знаем, что, конечно, что была какая-то большая индивидуальная работа, индивидуальная работа самого ребенка, который, да, вот смотивирован, ну и какое-то умелое руководство, такое тренерское сопровождение рядом. Я в этом убеждена на 100%. Я вот, ну, поддержу Юлю во многом, да, но мне бы казалось, да, что совершенно серьезно, да, то есть вот, ну, начинать вообще как бы так серьезную взрослую школьную жизнь, да, надо класса с пятого, потому что в восьмой класс, да, здорово, когда приходит ребенок, ну, как бы уже, ну, готовый учиться по-настоящему, понимаете, то есть не, ну, как бы начинать смотреть по сторонам, да, значит, там и, ну, как бы жить только, да, но и готовый учиться и умеющий учиться, да, и вот пятый-шестой класс, да, например, в нашей школе, такой пятьдесят шестой регион, да, то есть то время, когда, ну, вот мы пока, ну, не перебираем, да, значит, какую-то там, может быть, заумью, да, хотя, конечно, стараемся, да, там, учить ребенка очень серьезно, во-первых, и на уровне его, ну, как бы, вот возможностей, да, во-вторых, потому что дети все равно разные, но вот вот эту самую мотивацию, вот этот самый драйв, да, то есть вот это самое удовольствие, да, от того, чтобы решать, да, от того, чтобы, там, не знаю, написать сочинение, да, такое здоровское, вот, но не в каждом ребенке это есть, но что называется от рождения, да, и вот здорово, когда повезло, да, когда родители дали, да, вот этот вот, ну, запас такой, да, или когда начальная школа это воспитала, да, и сформировала, и ребенок с удовольствием учится, и с удовольствием учится вот на пределе, да, там, своих возможностей, да, то есть серьезно учится, если этого нет, да, то вот если ребенок приходит в пятый класс, ничего не потеряно, да, когда ребенок приходит в восьмой, то зачастую бывает так, что, ну, вы сами понимаете, подростковые проблемы, да, любови, да, значит, у меня не получается, я послабее других детей, и, значит, и меня это как-то вот, ну, не мешает, да, и, значит, я начинаю думать, а надо ли мне вообще, а для чего я тут, и так далее, и так далее, поэтому чем раньше, тем лучше, с одной стороны, а с другой стороны, вот если по уму, то никогда не поздно, да, то есть вот, ну, не получилось раньше, да, вот есть то, что есть, да, и решаем задачу вот такую, которая, да, значит, перед нами стоит, да, все равно нет ничего невозможного, если даже в начале одиннадцатого класса, да, не нулевой ребенок, да, но мотивированный, которому надо, знаете, как говорят, да, значит, преподаватели английского, да, для взрослых людей не берут детей, людей взрослых, которые хотят просто получить язык, да, значит, вот они предпочитают брать людей, которому через полгода уезжать за рубеж, да, значит, вот на работу или там еще что-то, то есть есть вот настоящая мотивация, да, и тогда есть результат, понимаете, и здесь так же, вот если у ребенка это есть, да, если ребенок умеет учиться, да, то есть вот он знает, что такое, да, сидеть и три часа не поднимая головы, да, решать сложную задачу, да, то, ну, и мы находим, да, значит, качественных взрослых, качественных преподавателей, да, людей, которые сопровождают, мы готовы, да, значит, оказывать поддержку, то вот, ну, все реально, и у нас есть такой опыт, да, у нас есть дети, да, которых мы берем в 11 класс, и мы, конечно, это делаем очень аккуратно и очень там, ну, как бы так, глядя на детей и на семью, но такие результаты бывают. Если же вы понимаете, да, что в 11 классе этого нет, то, значит, надо поставить адекватную цель, да, не надо обманываться, да, не надо обманывать ребенка, да, значит, и вот, ну, поставив адекватную цель, да, можно получить очень приличный результат, да, потому, в каком смысле приличный? поступабельный, да, потому что совершенно точно есть вузы, да, где, ну, при средних баллах, при 75-80, скажем, на технические специальности, да, поступать можно, да, там, через год переводиться, да, в какой-то там, может быть, более сильный вуз и прочее, прочее. Поэтому вот вопрос тактики, и вот это надо делать очень с открытыми глазами, да, то есть вот иметь иллюзии, да, и, значит, как-то ставить перед ребенком несбыточную цель, к сожалению, родители делают это очень часто, да, но это совершенно бессмысленно, да, и поэтому правильная диагностика, правильная цель, да, и правильная подготовка. Вот в этой ситуации нет ничего невозможного. Вообще вы сейчас, мне кажется, поменяли фокус зрения, потому что я предполагаю, что для большинства родителей тот вариант, который я предложила, посмотреть на статистику и результаты школы, да, он такой более очевидный. Вы же предлагаете, в общем-то, зрить корень, потому что вы говорите о том, что вообще вопрос, как воспитывается отношение к учебе, да, вот это очень интересное наблюдение про то, как ребенок, в принципе, относится к учебе, и если мы говорим с пятого класса, не про то, наверное, что родителям надо сейчас хватать детей и бежать из своей родной школы, но что задуматься про это и обратить на это внимание, да, стоит, в общем-то, не дожидаясь выпускного класса. Да, да. На самом деле, Шихия, вы сильную школу с высокими обозначенными баллами, да, значит, там, в девятый класс ребенка, ну, как бы не обладающего вот этими всеми навыками, просто не возьмут, да, то есть это не так просто, да, посмотреть на там высокие баллы, и вдруг до меня кто-то там ждет с распростертыми объятиями, да, значит, совсем не так. Вот, поэтому это совсем непросто. Не надо самуспокаиваться родителям, да, что у ребенка все хорошо, и стоит пятерки в году, в четверти, да, и родители такой спокойный, ребенок отличный. Я бы все-таки запросила вот такую консультацию стороннюю, ну, как к врачу, мы идем, сдаем анализы, обследуемся, выявляем, даже вроде все спокойно, да. Я бы такое делала хотя бы один раз в году по основным предметам. Вот мы даже предлагаем нашим абитуриентам приходить и диагностироваться у нас весной и осенью, и просто сторонним взглядом смотреть. Мы диагностируем, мы даем обратную связь и даже говорим родителям, вы, возможно, не к нам пойдете учиться дальше, но проблемы мы вам выявили, обозначили, просто вот так вот детально рассказав, что хорошо, а что не очень, а что надо нарастить. И дальше, правда, ребенок приходит к нам или вообще уходит в другое образовательное учреждение. Мы можем не совпасть друг к другу, ну, не подойти друг к другу по разным причинам. Но вот такую объективную диагностику по самым основным предметам или особенно по тем предметам, которые ребенок выбирает в качестве выбора с дачи АГЭ, очень полезная история. Узнать стороннее мнение специалистов, которые не специалист в области, ну, просто не сможет сделать сам. Да, очень поддержу, да, и у нас часто бывает, ну, практически через раз, да, когда приходят родители, да, получают, ну, как бы слабые результаты тестов и просто очень, ну, удивляются, да, и говорят, нас так хвалили, нам говорили, да, что, значит, такой способный ребенок и так далее, и так далее, да, значит, мы видим немножко другую вещь. Поэтому, конечно, да, если, ну, как бы вы работаете там с частной школой, да, значит, ну, такой вот не очень академически направленный, да, и, ну, вот школа там, ну, заинтересована сохранить ребенка у себя, да, то не всегда, даже не со зла, вы понимаете, то есть вот там действительно могут так считать, да, то есть на фоне класса, да, ребенок действительно выглядит прилично. И с точки зрения базового, да, образования, базового уровня, да, там ребенок неплох, но понимать надо то, да, что базовый уровень и ЕГЭ – это две абсолютно разные реальности, да, базовый уровень – это, ну, базовые тесты по русскому языку и по математике и никакого вуза, да, то есть вот это базовый уровень. А вуз, да, и ЕГЭ выявляют талантливых детей, да, детей, да, образованных, детей сверхобразованных. Я всегда говорю вот такую вещь, да, и это помогает, да, понять, что вот профильный экзамен по математике, да, решает далеко не всякий, я бы даже сказала, почти никакой выпускник, да, математического факультета, понимаете? То есть вот человек, который написал свой ЕГЭ, потом пять лет учился, да, приходит к нам устраиваться как преподаватель, мы даем ему тест, вот сто процентов не напишет ни один, на сто процентов, понимаете? Хорошо, если напишет на восемьдесятки. То есть это, ну, действительно, да, тест, да, который, ну, сложен, да, для написания, ну, очень квалифицированного человека, да. Вот самые сильные профильные школы, да, два, три, девять, да, там, тридцатка и так далее. Вот можно бы было ожидать, что все их выпускники стопроцентно пишут на сто процентов. Ничего подобного. Да, значит, в какой-то год может быть, там, не знаю, пять, значит, сотен, да, в какой-то год, может быть, и пятнадцать, да, значит, но при том, что пять классов, да, значит, выпускник. Ну, вот, но совершенно точно есть дети, которые получают гораздо более низкий результат, да, при том, что они много лет, да, значит, ну, готовились вот именно, да, к этому предмету. И вот это вот надо родителям понимать, потому что, конечно, ну, как бы представление о ЕГЭ у всех разное, и мало у кого, ну, вот, точное, адекватное. Здесь надо сказать, что у нас был такой специальный эфир, да, где мы рассказывали подробнее, да, о том, что такое ОГЭ, ЕГЭ, чем они отличаются, да, то есть какие они, то есть что надо иметь в виду и знать. Да, вот сейчас мы немножко про другое, да, про вот сверхвысокие баллы, про вот такую траекторию, вот. А предыдущий эфир, да, мы тоже советуем посмотреть тем, кому, вот, перед кем стоит сейчас эта задача. И я хочу еще раз зафиксировать эту информацию, потому что у меня она сейчас произвела вообще огромное впечатление, это идея образовательного чекапа, вот то, что Юлия Осипова назвала диагностикой, да, и мне кажется, это потрясающая совершенно возможность такой пройти образовательный чекап, может быть, как вообще первый этап, да, для того, чтобы понимать, с чем имеем дело, и потом уже выстраивать ту самую стратегию, тактику, траекторию, да, по которой уже двигаться дальше. Со школы взмах или не со школы взмах, в любом случае в пользу своего ребенка. Вот мне идея образовательного чекапа нравится очень, учитывая, что она объективная, потому что это действительно вот здесь, Елена Юрьевна, вы говорите, что там ребенок может быть на фоне других, как-то хорошо выводить, а ведь есть, и я даже вот у меня язык не повернется осудить учителей, потому что я вообще за добрые отношения к детям, а иногда ты видишь просто, что ребенок старается, вот он старается, и за это тоже ты его как-то пытаешься поддержать. То есть внутри класса, да, в отношениях ученик-учитель есть миллион причин поставить как низкую оценку, как высокую оценку, и действительно это часто, ну, не то чтобы часто, оно иногда не имеет отношения к реальности, да, вот к той объективной, которую выявит диагностика. Спасибо за эту идею, она, мне кажется, очень рабочая просто, да. Более того, мы не просто продиагностируем, допустим, ребенка, но расскажем родителям, которые просто действительно в этом большом потоке информации не могут сами разобраться, действительно, как устроены экзамены. И порой бывает, что выбор экзамена бывает какая-то мечта, да, поступление на какую-то специальность, совершенно неочевидно бывает выбор экзаменов, туда, между прочим, мы про это рассказывали. Например, чтобы стать человеческим врачом, надо сдавать химию и биологию, а чтобы стать ветеринаром, нужна профильная математика, например, да, и совершенно неочевидный выбор предметов. Более того, иногда бывает, что методом от противного, когда мы понимаем, что ребенок не готов сдавать тот или иной экзамен, можно подобрать тот, насколько он более как бы расположен по психотипу ребенка, по его увлечениям. Я вот преддобавлю про экзамен эту историю, это мое любимое место, если я смотрю, что я математик, потому что ты сын сдавал, и мы такие достаточно сжатые сроки готовили. Это огромный пласт мировой художественной культуры, который теперь входит в историю. Это и знание литературы, знание памятников архитектуры, знание не только каких-то исторических аспектов, но еще огромный пласт, который ребенок должен поднимать на протяжении практически всей жизни. Это просто невозможно сделать в кратчайшие сроки. Это же не только там даты и факты, а вот такая огромная работа, которую надо закладывать гораздо ранее. Вот про все вот эти нюансы, про которые говорила Яна Юрьевна, и в каждом предмете, в каждом АГ и ЕГ такое есть, мы про это можем рассказать и подсказать. Просто даже посоветовать, что каждому ребенку стоит выбрать, где он будет успешен, а там же выбирать вуз. Бывает, что схожие профессии в разных вузах требуют разный набор предметов. Вот буквально почти профессии и специальности называются почти одинаково, но разный набор предметов позволит ребенку с родителями выбрать тот образовательный маршрут, те экзамены, которые будут наиболее успешны. Да. Очень классно. Я хочу продолжить немножечко про то, как выбрать школу, и какие школы, и что здесь хорошо, а что, может быть, не очень. Традиционно родители, которые ориентируются на высокий результат и на какую-то серьезную карьеру для своего ребенка, стараются выбирать профильные, да, что называется, сильные школы. Да, там гимназии, лицеи, да, значит, школы там с репутацией, с высокими баллами, да, ЕГЭ и прочее-прочее. Но, значит, в этих школах, ну, скажем, да, вот бывают химико-биологические школы, да, где, значит, ну, действительно, начиная с какого-то года, с какого-то класса, вот профильно готовят именно к этим предметам. Но мы сталкиваемся с такой хитрой, да, значит, особенностью, что когда ребенок достаточно рано, да, заостряется вот на каких-то конкретных экзаменах, да, то, значит, зачастую ему для того, чтобы получить очень высокий балл, недостает не знание биологии или химии, понимаете, а недостает, ну, я не знаю, вот умение, да, логически мыслить, кругозора, да, умение, да, там, написать эссе, да, и выстроить его таким образом, да, чтобы, ну, ничего не упустить, да, чтобы свести концы с концами и прочее-прочее. То есть как будто бы это очень хорошая, да, там, цель и идея, да, значит, ребенок выбирает химию-биологию, и мы там отодвигаем немножко другие предметы, а надо понимать, что почти каждая профильная школа так делает, да, и, кстати, именно поэтому к нам приходят часто, да, дети из очень сильных школ, да, из того же 2-3-9, потому что к какому-то моменту они говорят, да, у меня уже очень много химии и математики, да, значит, физики и математики, но я бы хотел заниматься экономикой, да, я бы хотел, а зачастую, да, даже там в ЕГЭ сейчас есть экономическая задача, да, то есть вот, и вот это очень важный, да, такой опыт, очень важно понимать, да, какие-то нюансы. Я бы хотел больше английского языка, да, и так далее, и так далее, и даже вот, ну, дело не в хотелках, а в том, что вот чуть более широкий вот этот вот пласт дает более сбалансированное образование, да, потому что ЕГЭ современный, это достаточно, ну, как бы сбалансированный экзамен, да, в том смысле, что он не про, это не тест, он не просто тестирует, тестирует, ну, как бы знаю я формулу или не знаю, да, а и умение думать, и умение решать задачу, задачу в широком смысле, да, не в математическом, да, и вот очень широкий такой набор навыков нужен для того, чтобы это делать. Поэтому вот такую раннюю специализацию, честно говоря, я бы не рекомендовала, да, то есть вот, ну, как бы понимать, что вот эти предметы для меня важны, да, значит, помогать ребенку увлекаться этими предметами, да, там, расширять свой кругозор в этих предметах, но точно не в ущерб другим, да, казалось бы, далеким, да, там, например, гуманитарным предметом. Вот, и вот именно поэтому, да, мы в нашей школе вот к самым последним классам, да, значит, вот уже так заостряем, да, внимание выпускника. Вот в одиннадцатом классе мы можем себе позволить заниматься уже почти исключительно теми предметами, которые ребенок будет сдавать, да, по крайней мере, там, во втором семестре уже железно именно так, да, потому что мы строим учебный план так, чтобы все, что нужно, успеть пройти раньше, в более ранних классах, да, значит, в более ранний период, при этом давая ребенку, да, все, что ему необходимо, да, ничего его не лишая. Вот, это такое первое, да, свойство. Второе свойство. Вот к нам, например, в этом году, да, прям уже почти, ну, в середине года, да, где-то в ноябре, наверное, пришел ребенок, да, тоже из одной из самых сильных школ, да, не буду говорить с такой, которого, ну, как бы вам так сказать, практически отчисляли, да, потому что вот тоже что значит в сильных школах, да, какая есть тенденция. Ну, во-первых, они очень жесткие, да, и для каких-то детей это хорошо и правильно, но так же, как в спорте высших достижений, да, там тоже отчисляют, да, значит, из олимпийской сборной, да, вот, ну, очень хорошего фигуриста, да, значит, ну, есть там лучшее, да, и там он не тянет на каком-то уровне, да, да, и там школа говорит до свидания. Получается, вот как с нашим, да, вот этим вот молодым человеком, да, который мы как-то сумели построить образовательный маршрут, и он очень прилично сдал, значит, свои экзамены, поступил в Москву, да, в отличный экономический вуз, да, там очень-очень один из лучших, да, чуть ли не на бюджет, по-моему, да, Юля, не помнишь? Да, конечно. Да, вот, значит, ну, как бы там большой набор предметов, да, значит, в 11 классе ребенок, например, выбирает, там, не знаю, профильную математику и физику, по-моему, а еще есть, да, значит, тяжелая информатика, тяжелая химия, да, и еще там целый ряд, да, тяжелых предметов, да, по которым тоже вот в этот период уже, когда к ЕГЭ надо готовиться, в этот период, да, человека требуют, но очень серьезной работы, да, и, во-первых, у него не достает силу, чтобы готовиться к своим двум, да, а, во-вторых, ну, как бы он не показывает такого результата, как от него ждут по всем этим предметам, да, то есть вот такие вот сильные, очень профильные школы, они зачастую вот для очень спиничных детей, да, то есть вот детей, которые прям вот умеют пахать, да, и которые не рассыпаются, если что-то не получается, да, и тоже как в большом спорте, там тренер может сказать, да, значит, вот там делаешь или уходи отсюда, да, ну, то есть жестко, и, ну, как бы нормальный ребенок, простите, да, то есть вот обычный на этом месте, да, значит, но не чувствует себя в ресурсе, да, и не чувствует себя в комфорте, и как бы считается, что наоборот это помогает ему собраться и прочее, вот наш опыт это не подтверждает, да, то есть эмоциональный комфорт, да, и вот человеческое отношение и поддержка – это очень важно, и это очень редко про вот такие сильные школы. И еще одна вещь, да, значит, крайне редко там помогают готовиться к ЕГЭ. Скорее, да, там другая тактика и, в общем-то, правильная, да, то есть, ну, что ли говорить, да, для вот детей, которые, правда, там, не знаю, вырастут в каких-то гениальных инженеров, наверное, это правильно, да, что там, скажем, начиная с восьмого класса, их там, ну, напрягают по полной программе, да, дают огромную нагрузку, вот намного более широкие, да, значит, там, не знаю, рамки образовательной программы, да, готовят к олимпиадам, дети там участвуют в олимпиадах, и, значит, ну, очень желательно, да, чтобы в них выигрывали и так далее, и так далее, да, и вот как бы программа дается с перехлестом, да, то есть вот ее как бы дается так много, что ребенок уже как бы сам должен написать ЕГЭ, да, то есть вот как бы не предполагается такая индивидуальная настройка и индивидуальная подготовка, да, то есть вот мы так многому вас научили, да, что вы уже сами, да, должны, ну, вот пройти вот этот путь, да, Да, а мы вот рассказываем о том, почему для ребенка непросто это сделать, да, потому что это и психологически непросто, да, и экзамен имеет свои нюансы, да, вот, которые надо показывать. Ну, что значит надо, да, вот еще раз, для суперодаренного ребенка, может, и не обязательно, да, он и так это сделает, а вот скорее для обычного, да, то есть, ну, вот не для того ребенка, который не учился, да, 10 лет, а потом в 11-м вдруг решил, да, значит, получить высокие уровни. Да, а вот для среднего обычного ребенка в чем-то талантливого, да, в чем-то не очень, да, вот для него, вот это, конечно, не самый удачный выбор, и поэтому вот все же отвечая на вопрос, да, вот как, да, выбрать школу, совершенно точно, да, вот надо понимать, что у вас будет альянс, да, с этой школой, да, то есть вот вместе, да, с этой школой должно быть возможно, да, обсудить образовательный маршрут, да, и, значит, понять, да, каковы стартовые возможности ребенка, да, что школа, да, значит, вместе с вами будет думать о том, да, значит, какие предметы выбрать, как помочь ребенку, да, она учтет, да, его психологические нюансы, да, значит, она готова работать с психологическими, да, его какими-то трудностями и так далее, и так далее. И вы знаете, это могут быть очень разные школы, да, то есть, ну, и в зависимости от вашей цели, да, от того 75 вам надо, 85 или там 95, да, значит, ну, вот как бы по уровню, да, там немножко разные, да, но и это может быть и государственная школа, да, где вот вам повезло, что называется, с учителями, да, там, с администрацией, да, может быть и какая-то частная школа, да, и там какая-то не самая, ну, я не знаю, там, амбициозная гимназия, да, то есть вот, ну, к сожалению, да, вот здесь нет одного правильного ответа, да, надо ходить, разговаривать, да, обсуждать, смотреть в глаза, да, показывать ребенка, да, ребенку показывать школу, да, потому что ему там должно быть комфортно, да, если ребенок придет в класс, да, и наткнется на конфликт, да, там, в 11 классе, да, значит, и класс его не будет принимать, да, то вы понимаете, что это, ну, отнюдь не самый удачный, да, там, фонд, для подготовки, то есть вот нет здесь мелочей, понимаете, вот это действительно очень-очень-очень такая непростая, да, там, вещь, но я хочу сказать, да, вот родителям, которые, может быть, тоже думаю, слушают нас и думают, зачем уж так, да, значит, ну, там, бог с ним поступит там в средний вуз, да, значит, или еще что-то, вот мы хотим сказать, что дети, которые прошли вот этот путь, да, вот тяжелый, да, вот этот путь успешно, да, вот за, значит, этого битова, да, 10 небитых, да, значит, точно можно давать, да, то есть дети в результате очень много чему научаются, не только про предмет, да, они научаются, да, работать прежде всего, и это точно пригодится в жизни везде, они научаются понимать, что я понял, что не понял, что знаю, что не знаю, далеко не каждый, да, школьник это умеет, да, далеко не каждый взрослый это умеет, да, они научаются, да, самостоятельно с помощью взрослого, да, но как бы себя учить, и это вот так пригодится в вузе, понимаете, ну, и много еще чего, да, вот эта вот культура, да, мышления, да, культура отношения к предмету, да, то есть очень многие важные вещи, вот если у вас, ну, относительно сильный ребенок, да, то есть вот не тот ребенок, про которого вы понимаете, что у нас там логопедические проблемы, еще что-то, с здоровьем проблемы, да, то есть относительно сильный ребенок, не гений, но, в общем, и не слабый, да, то я рекомендовала бы пройти этот путь. Это очень, да, очень, ну, как бы учит, да, очень выращивает ребенка. Вот если вам это удастся, вы за него будете спокойны по жизни. Он не вылетит из вуза, да, и там, в общем, найдет свое место в этой жизни. А вот, Елена Юрьевна, и вы, и Юлия Иосифовна упоминали психологов. И вы сейчас подчеркнули еще, да, вот эту необходимость работы с психологами, психологической поддержки. Про что, про что мы говорим, про что идет речь? Про, ну, первое, что мне приходит в голову, это убедить ребенка, ну, окей, подростка, старшвыпускника, жизнь на этом не заканчивается, и все не страшно, да. Я правильно понимаю ход мыслей? Или там все-таки более такие задачи разные стоят? Ну, вот как раз Елена Юрьевна говорила про последний год, а я сижу, улыбаюсь про себя, потому что у меня по впечатлениям, и не только у меня, но и родителей, и у детей, что это был самый теплый, самый классный год, несмотря на то, что вот это все мы прожили. И мы дважды, и третья была театральная поездка-выездка, у нас были самые лучшие выезды в этом году, обусловлено было, что мы ездили в Новгород, образовательная, историческая, чудесная поездка сложилась, у нас потом в Михайловская, и дети успели в этом году и отлично отдохнуть, и поучаствовать в спектаклях, и сыграть отличное ПК, то есть жизнь не зацикливалась. А это представление классов. Да, это тоже полноценный у нас был выезд, репетициями, и это так сплотило, и вот действительно, они были все вместе, и родители нас всегда очень поддерживали, и это такая была психологическая разрядка, потому что надо уметь переключаться, нельзя думать только про экзамены, про учебу. И вот эти самые дети, которые вообще приходили к нам в девятый, в десятый класс, не самые сильные дети, которые выдали 100 баллов, в том числе, и с Олимпиад поступили на бюджет, кто бы на них ставил в девятом, простите, в десятом классе, вспоминая вот эти годы. Ну, как-то вот так сложилось, да, вот это вот очень, говорю, еще раз, доверительная обстановка со стороны родителей, они отпускали с нами, да, в самые разгары подготовки к экзаменам детей, никто не болел, у нас не было вот в этом году сильных-то выпадений по болезням, и я объясняю это только одним, что вот тот настрой, тот драйв, который мы прожили этот год, и вышли на выпускные экзамены, и правильно кайфанули, конечно, мы не стрессовали, конечно, были моменты, когда какие-то были тревожные, но мы очень, как бы, достойно это прошли. И, конечно, у нас были, говорят, о психологах, мы делали встречи для родителей, делали встречи для ребят, когда рассказывали про все, про это, и вот сейчас уже догоняясь, вспоминая о том, о чем говорили родители, правда, что мы были вот такой одной большой компанией, да, обо всем можно было говорить, обо всем можно было обсуждать и с товарищами, правда, Лена Юрьевна говорила про то, что еще очень важно, не когда ты один, да, а когда все вместе, зарубаешься друг с другом, историки там с историками, есть с чем и с кем себя сравнивать, есть за кем тянуться, и это было очень здорово. И вот этот год, один из самых счастливых годов и у ребят, и у меня тоже в этом году. Ну, вот, ну, начнем, да, с того, вот, что за команда, да, вокруг ребенка, что за группа поддержки, да, ну, во-первых, я вот начинаю говорить и вспоминаю, да, значит, такую историю вот этого года, да, в северном классе, да, в северном филиале, где немножко более молодые, то есть менее опытные классные руководители, да, и все же родители, которые прожили с нами не так долго, да, там, три года, кто-то два года, да, вот вспоминаю ситуацию, когда мы видим ребенка, да, который вот вроде бы как, да, делает все, что можно, но не растет, в школе, по крайней мере, но вот, но нет роста, да, вот нет динамики, ну, вот по там тестированию, по баллам, да, и так далее. И я просто сажаю его напротив себя и говорю, давай, да, значит, вот как ты работаешь, да, вот ты просыпаешься, что потом, да, сколько часов ты, значит, занимаешься сам, что ты делаешь в школе, и выясняется, да, что, значит, ребенок идет в школу пешком, да, и тратит на это 40 минут, да, но и школа идет пешком, тратит на это 40 минут. Ходит на тренировку, да, три раза в неделю, тратит на это, или четыре даже раза в неделю, тратит на это полтора часа, ну, путь туда, путь обратно. Гуляет с собакой, да, значит, тратит на это еще около 40 минут, да, значит, ну, и вот он говорит, я встаю в 7 часов, да, значит, школа у нас начинается в 10, да, начнем, но это чтобы погулять с собакой, значит, пройти пешком, и, значит, я говорю, ну, все равно, смотри, все равно, значит, ты бы мог на час позже вставать, да, и, ну, высыпаться, потому что это важно. Он говорит, ну, а голову помыть, да, значит, и как вот, значит, что же я с немытой головой пойду, да, и вот на этом месте я зову родителей и говорю, слушайте, давайте что-то делать, то есть вот давайте, да, он должен спать вот 8 часов, он должен спать железно, а у него получается там 6, да, в лучшем случае, да, и у него должно быть дома, да, вот нормальной, да, возможности работать, но часа 2 минимум, да, на самом деле больше. Давайте мы отложим, да, там на 3 месяца, да, там тренировки, да, значит, сделаем 2 раза в неделю, а не 4. Вот можно так сделать, чтобы с собакой, мы понимаем, что ребенка надо воспитывать, да, если есть собака, то это твоя ответственность, то 3 последних месяца перед экзаменом, да, можно с ней погуляет кто-то другой, да, но не удивляйтесь, да, это наши дети, у которых уже каждая минута подобрана, да, и Юля говорит, что мы ездили на выезд, драйв, кайфанули, но это дети, у которых 5 пар каждый день, да, то есть 5 пар, они, значит, начинают в 10 и заканчивают в 19-30, да, и у них есть домашнее задание, да, то есть вот дети, которые вот так работают, да, значит, мы там даем им возможность отдыхать, и вот такой ребенок, да, значит, гуляет с собакой, да, ходит на тренировку и моет голову, да, то есть вот, ну вот, может быть, в семье есть еще дети, да, может быть, значит, можно сделать еще что-то, да, когда мы об этом поговорили, да, там родители стали говорить, что может быть, даже на такси его подвозить, чтобы не 40 минут пешком, да, значит, а там как-то и так далее, и так далее, вот даже вот такие мелочи, да, то есть вот важно сделать так, да, чтобы ребенок был в оптимальном состоянии, это не значит, что надо прям сдувать с него пылинки, да, и прям, значит, вот носиться вокруг него, там, не знаю, значит, с метелочкой, но совершенно точно, да, вот именно этот период, да, значит, нужно, чтобы он хорошо питался, да, на самом деле это не всегда просто обеспечить, да, родители приходят домой поздно вечером, да, значит, ребенок сам должен или разогреть, или приготовить, да, а у него, ну вот, ну, не так много на это времени, да, вот, может быть, найти возможность, да, значит, как-то так перестроить режим дня, да, чтобы, ну, вот в нашей школе просто можно поесть у нас в школе, да, там до восьми часов вечера и очень качественно, настоящая, да, какая-то домашняя кухня, да, где-то там соседи какие-то там добрые, где-то бабушка приедет откуда-то, да, и поможет и поддержит, да, но совершенно точно, да, вот восемь часов спать, да, значит, качественно и своевременно питаться, да, значит, работать, вот, ну, не знаю, в какой-то комфортной, удобной обстановке, и вы знаете, вот какая-то такая, что вся семья, да, с уважением относится, да, к его учебной работе, не с излишней заботой, понимаете, да, а с уважением, то есть вот как мы все с уважением относимся к папе, да, который зарабатывает, да, значит, основные деньги в нашей семье, да, также вот с уважением к учебной работе этого ребенка. Далеко не всегда в семье это так, да, то есть вот скорее, не, ну, он должен, ну, а почему, он правда должен, да, но трудно себе представить, вот какой это тяжелый труд, да, если вот, ну, это та подготовка, о которой мы говорим, да, вот на эти сверх, да, высокие баллы. Вот про, значит, витамины, нутриенты, этот солярий, да, который, значит, дает там витамин D, да, при нужных условиях, да, то есть вот это все, но тоже, тоже очень важно. Вы понимаете, в ком городе мы живем, и если не заботиться обо всех этих вещах, просто вот самым таким серьезным, да, и вот регулярным образом, да, то, ну, ребенок будет хереть, да, значит, слабеть, да, значит, не держать там темп, усилия и прочее, и прочее, но и попросту заболевать, да. Да, вы каких уже там десятых, да, значит, ребенок начинает заболевать, да, хе-хе-хе, мы говорим родителям, не болеть, да, ребенок начинает заболевать. А что такое ребенок выполни неделю? Это катастрофа, вот в нашем режиме подготовки, да, это катастрофа, но и в любом режиме подготовки, да, значит, ну, вот он не мог серьезно работать неделю, да, где-нибудь там весной, ну, надо откатиться сильно назад, да, и начать, и потом сколько я буду там выходить из этой, да, значит, вот такого, ну, неоптимального состояния, да, и так далее. Поэтому, значит, вовремя подхватить, да, значит, вовремя, что там у нас, да, значит, цитросеп, интерферон, да, то есть вот какие-то вещи, которые позволят… Которые позволят нам, да. Да, не разболеться, понимаете? В каждой семье свое, каждому ребенку что-то свое помогает, и вы прямо вот в этих родительских чатах с нашими медиками, не только психологами, да, то есть вот у нас очень качественные медики, да, с нашими медиками, чем можно поддержать, где там имбирь, где там чеснок, да, но когда вот идет работа на износ, а это работа на износ, да, то совершенно точно поддержка, да, в том числе и такая вот, вот, ну, не медикаментозная, да, значит, но вот витаминная, да, и там прочее-прочее. Нужна прям вот очень-очень, да, качественная. Ребенок не пришел в школу, да, болеет, у него должен быть там планшет или еще что-то, да, чтобы он лежа, да, простите, мог заниматься, да, значит, если у него там легкая температура, да, и это тоже там все удобно устроить, да, чтобы до всего дотянуться, да, чтобы, значит, все было под рукой. И вот, тем не менее, да, занятие не прерывать. И при этом, да, значит, почувствовать, что-то он немножко за, вот, ну, как-то не в тонусе, да, значит, что-то он немножко, да, как бы там пропал-запал, да, значит, вот как-то он теряет, там, не знаю, мотивацию, энергию, что это такое, увидеть вовремя, да, что это такое, да, то есть как-то он, ну, как бы испуган, да, что он не тянет, не получается, да, там надо успокаивать, да, или, значит, ну, напротив, он расслабился, да, значит, у меня там уже все в кармане, да, или это любовь, простите, да, значит, это 11 класс. И тоже с этим надо что-то делать, потому что самому ребенку, да, одному, да, вот не так просто со всем этим справиться. И вот это вот очень грамотно, да, то есть очень деликатно, очень потихонечку, да, ну, вот очень поддерживая, да, то есть это вот такая, и когда вот тоже школа и семья, да, в таком наборе, и вот все вот это, в том числе психологи, то есть вот у нас, да, психолог, это не тот человек, который забирает ребенка к себе в кабинет и что-то там ему втюхивает, да, а это люди, которые вот, ну, работают в школе, да, которые заходят каждый день к детям, разговаривают с ними, да, когда-то просто болтают, да, значит, как-то там вот, ну, чувствуют, да, ситуацию, да, и там проводят какие-то тренинги, про это сейчас отдельно еще поговорим, но и просто как бы вот, ну, чувствуют их, понимаете, и вот бывает так, что мы там созваниваемся с родителями, а чего у нас там с Машей, с Ваней, да, а вам кажется, а нам кажется, а вот может быть это вот что, а давайте попробуем, да, ну, и психолог, да, там такой тонкий человек, который как-то, да, там, не знаю, не лечит и не, как вы говорите, убедить ребенка, попробуй его убедить, да, он сам кого хочешь убедить, да, а как-то вот, ну, очень деликатно, да, вот помочь ему разобраться, да, помочь ему увидеть, и это не просто, но абсолютно реально, да, и очень важно, да, и дети очень часто благодарят, да, за какую-то беседу, да, там, спасибо, мне кажется, стало там понятнее, да, там, да, я увидел, вот, наверное, почему у меня не получается, понимаете, по тактике, как ты это делаешь, а что, если попробовать вот так, да, а почему, да, там не получается, потому что, вы понимаете, вот это не просто что-то выучить, это очень-очень тонкие нюансы, да, ребенок может не чувствовать логику вопроса, да, может, но как бы быстро не находиться, вот, ну, у него много знаний, да, значит, и так бывает, он, ну, как бы, перебирает, да, значит, усложняет, да, значит, что-то такое пытается намудрить, да, и вот как, да, там этого не делать, вот, в общем, психолог, ну, это такой человек, который рядом, да, и который помогает, ну, вот, через все это проходить, да, дальше, вот, есть дети, например, да, которые, и вот, как это ни странно, их много, вот, наверное, да, сколько, Юль, процентов мы отдадим, да, на психологию, вот, как ты скажешь? Ой, я не знаю, мне кажется, каждый день что-то возникает, тогда, когда... В процентах, да, то есть... Ну, 50, наверное. Я хотела сказать, процентов 20, да? Нет, а я больше, можно я даже добавлю, на что бы родитель, прежде всего, если ребенок голоден, если ребенку некомфортно физически, психологически, ты ничему ему не научишь, никаких экзаменов, и ничего он у тебя не возьмет, когда ему дискомфортно физически или психологически, по разным причинам, поэтому, как мама, прежде всего, я заботилась бы о комфортной среде для обучения ребенка, вот это, по-моему, вопрос номер один. Да, ну, вот сейчас-то расскажу, да, вот, значит, есть дети, которые, ну, вот, они просто не верят, да, что они могут больше, да? Вот в математике, вот в этой профильной математике действительно очень сложной. Мы там долгое время, да, говорили о том, что дети не берутся за сложное задание. Они хотят, да, сдать на высокий балл, да? Но они не верят, что я вот это, вот такое, да, задачу на вот эту тему, да, вообще в принципе могу. Я читаю, ничего не понимаю, да, и, ну, я как бы и не, вот, ну, не начинаю с ней работать, да, и вот с этим тоже. Это, конечно, и задача преподавателей, и задача психологов. Вот в прошлом, что ли, году, да, была такая история, за прошлым, в прошлом, наверное, когда ребенок говорит, ребенок, который получил, по-моему, сколько, 85, да, что ли, ну, не из самых сильных, мягко говоря, да, ребенок, получил за первый экзамен 85, что ли, процентов, и он говорит, если бы я хоть на минуту поверил, что я могу написать на 85, я бы сдал на 100, понимаете? То есть вот серьезно, да, то есть это ребенок, с которым мы много раз об этом говорили, да, и которого вот, ну, мы вот с разных сторон, да, значит, работали с ним. И тем не менее, да, вот какое-то, и вот такая штука часто бывает и у сильных детей, да, то есть вот сильные дети, но которых там стараясь сделать еще более сильными, там строжили, говорили, ты нехорош, да, значит, там, не знаю, вот ты опять не доработал, еще не доработал, еще не доработал, они совершенно в себя не верят. И вот работают на 70 баллов, понимаете, и там их и получают. Есть дети, которые очень нервничают, да, вот это просто много детей в каждом классе, которые вот если это нормальная работа, обычный тест, он пишет на 90, если это хоть вот столечко контрольный тест, он пишет на 70. Если это прям контрольный, да, то есть городская, да, какой-то проверочный тест, пробник, он пишет на 50, вы понимаете? И тоже вот пока у нас складывалась эта система, вот я хорошо помню одну девочку, не буду говорить имени, которая там последние два с половиной месяца, да, значит, ниже там 98 не получала баллов, да, 98-100, да, а сдала что-то там на 78, что ли, да, стресс, понимаете? То есть вот она просто, ну, была готова на вот на миллион. И вот тем не менее, да, то есть вот просто все, ребенок теряет все, да, значит, все ресурсы. И это тоже отдельный тренинг, да, и, ну, нельзя сказать, что это можно полностью купировать, да, то есть с разными детьми по-разному, но это серьезная, обстоятельная, да, там неторопливая работа, да, вот, которая помогает со всеми этими сложностями справиться. Вот этот мой пример про олимпийскую сборную, он совершенно не такой, знаете, не случайный, да, то есть это надо вывести на пике формы, да, значит, если мы действительно, да, хотим высокого результата. Ну, и что делать родителям, да, теперь? Ну, во-первых, ну, как бы, насколько это возможно, самому стать таким психологом, да, то есть, ну, что-то совершенно точно, да, родитель может. Ну, и родители бывают разные, да, ну, по крайней мере, действительно, установить максимально какой-то доверительный контакт, да, там, поддержку, помощь, действительно, там, стараться тонко чувствовать, что происходит и не сердиться сразу, как ты еще и, значит, что-то там заболел, да, значит, или ты еще там какая любовь, да, значит, а вот, ну, как бы, помогающий, да, значит, такой формат. Если вот как-то настраиваться на это и, правда, верить, что это надо, да, что в этом есть, да, значит, ну, польза, смысл и прочее, то многое можно делать самому. Ну, а про психологов, да, это, конечно, ну, вот надо очень смотреть, да, там, не каждого ребенка поведешь, да, значит, к... Не каждого психологу. Не к каждому психологу, да, то есть, и вот совершенно точно, да, там, я знаю психологов, которые, ну, как бы, не лично знаю, да, а вот, ну, по результатам работы, да, которые скорее, ну, вот, не полезны, да, значит, оказывались детям, да, чем полезны. Ну, вот, ну, и это тоже время вы, вот этот напряженный, да, там, год. Но, там, с другой стороны, я бы не, там, экспериментировала в одиннадцатом классе, а вот в классе в седьмом-восьмом, да, если еще есть время, можно поэкспериментировать, потому что сейчас есть группы, да, психологические, где, там, дети собираются, там, раз в неделю, или два раза в неделю, и, там, что-то обсуждают, да, там, говорят, да, как-то есть возможность поделиться, есть какой-то вот этот самый модератор, который может направлять беседу, там, туда или туда, потому что, вот, даже просто, знаете, поплакаться, особенно если, вот, в семье это сложно, да, то даже, вот, просто поплакаться, да, значит, это уже, да, вот, большое человеческое счастье, да, и часто выходишь, ну, вот, с облегчением, с большими, да, оттуда, да, от такого психолога или с группы, вот, поэтому, ну, по крайней мере, понимать, что, вот, действительно, такая поддержка ребенку нужна, да, и стараться ее найти, может быть, если я понимаю, да, там, часто родители, мамы особенно, ну, как бы, нервничают, переживают, и поэтому раздражаются быстро, да, и я вот сама такая мама, да, да, я как руководитель, да, значит, я могу с детьми очень выдержанно, да, и там, как бы, помогающие, а с собственными детьми мне гораздо сложнее, да, и это, ну, сплошь и рядом такое бывает. Может быть, есть, там, не знаю, сестра, да, значит, ваша, да, или, ну, кто-то из друзей семьи, да, то есть, вот, или бабушка та же самая, да, которая, вот, ну, может на себя брать вот такую, да, значит, роль, что вот это нужно, да, и важно позаботиться о том, вот, как это сделать. Ну, я опять, наверное, повторюсь, скажу, что нужна диагностика в любом деле, да, очень часто провожу параллели с медициной, потому что все сразу становится понятно. Диагностика – это то, что я бы советовала делать родителям, ну, по крайней мере, в ранних классах раз, два раза в год. Да, часто приходится диагностировать ребят, очень толковых мальчишек, особенно, да, которые приходят в девятый, в десятый класс, и когда начинаешь с ними детально смотреть, про что, да, чему они обучены, очень часто так бывает, что ребенок проболел какую-то часть, да, длительную, отсутствовал по каким-то причинам, и вот этого материала у него просто нет. То есть, вот, уникальность, наверное, нашей системы и методов наших в том, что вот ребенок неизбежно пройдет через все основные этапы обучения каждого школьного года. Это наша система диагностик, система ТДФ, когда каждый месяц по основным предметам, ну, грубо говоря, вот если мы берем математику, да, ребенок диагностируется по каждой теме, по тем формулам, которые он должен знать, основные знания, умения, навыки по тем или иным формулам, причем если он неудачен с первой попытки, включается биатлон, и ребенок вынужден сдать, пока не менее чем на 75% он отработает каждый материал. Ну, и система зачетов, экзаменов дважды в год, полноценная большая сессия, где, ну, как бывает, на экзамены студентов выпадает какой-то удачный билет, неудачный. Наши экзамены простроены таким образом, что невозможно избежать попадания в ту или иную тему. То есть огромная система, на это разработана большая система диагностики по каждому этапу прохождения материала на разном уровне, причем, да, есть дети, которые слабые, и это в основном понимаем, что это уровень воспроизведения, но то, что каждый наш слушатель, наш студент должен знать на базовом школьном уровне, а дальше уже прирост зависимо от возможности ребенка. Для тех, кто не у нас, значит, ну, во-первых, термины ТДФ, да, это термины, даты, формулы, да, то есть вот, ну, примерно раз в месяц, даже чуть чаще по каждому предмету мы стараемся, чтобы, значит, ребята, вот все термины, даты, формулы, да, которые нужны, да, значит, они их, ну, как бы демонстрировали, что они их освоили, да, и действительно, если там что-то выпадает, то ребенок к этому возвращается. Строго говоря, да, значит, это можно, ну, воспроизвести, да, значит, и при индивидуальной работе, да, то есть надо понимать, да, что вот это надо иметь в виду, да, надо, значит, держать руку на пульсе и тестировать. Правда, да, значит, здесь сложно воспроизвести такую вещь, которая вот бывает у нас на экзаменах, да, ну, то есть, с одной стороны, ребенок отвечает, экзамен уже не ТДФ, да, ребенок отвечает вопрос, да, и нужно уметь там грамотно сформулировать, у ответа есть начало, середина, конец, если это история, да, то это прям вот, ну, большой развернутый ответ, а дальше с ним разговаривают, да, и вот как отчасти в этом самом ЕГЭ, да, то есть заставляют его думать, то есть спрашивают его не что, а почему, да, а как ты думаешь, что так случилось, да, а какие можно привести там исторические параллели, например, понимаете, то есть вот это, наверное, немножко сложнее, да, там самому, и вот для таких вещей нужен вот спарринг-партнер, да, но, кстати говоря, вот если, например, родители помогают ребенку, да, готовятся к экзаменам, а это бывает часто, и бывают очень образованные родители, которые действительно, да, могут это делать и берут на себя такой труд, да, то есть важно понимать, что с одной стороны вот все эти нюансы, термины, даты, формулы, а с другой стороны вот то, о чем я говорю, да, это совершенно такой другой, да, значит, формат вот про то, как ребенок связывает все это, как соотносит, какие делает выводы, да, то есть как он сам, да, умеет осмысливать, да, вот тот материал, с которым он имел дело, а еще вот пока, Юль, до того, что ты сказала, про лоскутное одеяло, вот у нас как устроена система поступления, дети пишут тесты, и ко мне на телефон приходят все результаты, да, значит, детских тестов поступающих, результаты и некоторое резюме, да, то есть вот людей, которые их проверяют, и вот уже там года два-три, да, вот почти каждый ребенок, который тестируется, особенно по русскому языку, да, там не диагностируют, да, значит, ребенок там, скажем, диктант пишет неплохо, да, то есть вот обучается русскому языку, и есть способности, да, определенные к этому, но при этом терминологию, да, и теорию, да, он ею не владеет. Когда-то проходили какой-то разбор, да, когда-то проходили, да, там какие-то, там, не знаю, свойства глагола, и вот, ну, тогда ребенок это выучил и ответил, и благополучно забыл, да, то есть вот по факту у ребенка нет этой информации, а современный ЕГЭ – это теория, да, то есть вот русский язык, например, это языкознание, да, это вот, ну, тестируется не как ребенок владеет, да, пишет, говорит, делает ошибки, а, значит, вот все вот это устройство языка, да, то есть огромное количество терминологии, да, исключений, да, вот всевозможных, и вот этому не учат зачастую в школе, да, и поэтому вот если вы понимаете, что, ну, вам надо готовить ребенка, да, значит, там, на высокий балл, да, начиная с седьмого класса, вот все, что было пройдено, да, вот вся вот эта теория, она является абсолютно необходимой, да, вот не просто он пишет хорошее сочинение, простите, да, но никому эти сочинения сегодня не нужны, вот то, что называется, да, значит, сочинение по литературе, которое пишут все дети, не в качестве ЕГЭ, а в качестве допуска к ЕГЭ, да, да, то есть вот это, шокия, такая насмешка над сочинением, да, вот в нашем понимании этого слова, если бы вы прочитали их критерии, вы бы просто ужаснулись, я не знаю, вот надо по этому поводу на площадь выходить, понимаете, потому что даже те наши дети, которые хорошо писали, писали в газету, да, много, когда они начинают затачиваться на эти критерии, то, значит, они вот перестанут понимать, что такое хороший текст, потому что там сочинение в сегодняшнем понимании – это аргумент, тезис, да, значит, доказательство тезиса, то есть очень механистичный такой текст, и, конечно, вот всему этому надо учить отдельно и специально, в том числе, да, если это вдумчивый, да, образованный родитель, да, значит, или какой-то ассистент, который ребенку помогает, да, этому можно учить, но надо знать, что вот этому нужно учить. Да, я бы еще тоже добавила, если мы сейчас говорим про родителей, которые пытаются как-то своими силами помогать ребенку диагностировать его, ну, понятно, что если мы уже говорим про старшую школу 9-10-11, я рекомендовала бы родителям сайт решу.ег. Во-первых, по каждому предмету собран некоторый кодификатор заданий, вы посмотрите хотя бы, да, какие темы, какие вопросы ребенок должен пройти к тому или иному возрасту, и есть возможность прорешивать тесты, тут же получать обратную связь, что правильно, что неправильно, что очень важно и ценно на этом сайте, что можно открыть, посмотреть прототипы решения заданий, понимать, в каких заданиях ваш ребенок проседает, назначать самому себе, ну, и, собственно говоря, проверять ответы и смотреть, как эти задания решают разбираться самостоятельно. Я бы очень рекомендовала сайт решу.ег, решу.аг, в поисковике очень востребованная такая вещь, очень бы рекомендовала родителям. Да, но надо иметь в виду такую важную вещь, да, значит, зачастую родители путают вот непонимание этого дела. Там есть первая часть и вторая часть во многих предметах, и первая часть – это такая школа, да, то есть вот то, что должно быть там быстро и хорошо. Средний ребенок, да, значит, даже хорошо обученный делает эту первую часть, в ней, как правило, нет ничего сложного, но в принципе, да, значит, делает первую часть там с двумя-тремя ошибками за 40 минут, да, там, не знаю, 50 часов. Это хороший ребенок. Хороший ребенок, да. А на ЕГЭ, для того, чтобы получить высокие баллы, он должен сделать без единой ошибки, да, за 15-20 минут. И вот это вот совершенно принципиальная вещь. Потому что, когда у меня есть 40 минут, я могу пораскинуть там мозгами, вспомнить и так далее, но я имею гораздо более высокие шансы. Как только, да, мы начинаем учить детей ускоряться, вы понимаете, что процент ошибок, да, резко возрастает. А если ребенок, ну, как бы затрачивает на эту первую часть больше времени, то на сложную работу, да, из второй части, у него просто не остается времени. Вот наш, да, значит, один из очень сильных ребят, который сдавал на высокий балл, да, сдал в прошлом году, да, такой Кирилл Гузовский, кстати, который к нам пришел тоже из 239-й или из 30-й школы, уж я не помню. Вот, и, значит, выиграл, да, там с нами все экономические олимпиады, которые только возможны вообще в России. Ну, вот, мы, идя, да, с экзамена, сказал сделать все, что успел, да, значит, вот просто больше не успел, да, значит, и вот, ну, все, что успел, сделал практически правильно, да, но чтобы получить там более высокий балл, надо делать еще быстрее. Вот, вот это тоже очень важно, да, то есть вот за определенный период времени. Вот, ну, и вот если говорить, да, значит, о нашей системе, да, на какие вещи я бы еще обратила внимание? Во-первых, вы знаете, вот особенно, например, в обществознании, да, вообще вот гуманитарные науки – это сложные, сложные для подготовки, да, и вот для, там, собственно, сдачи этого экзамена. Ну, например, по литературе, да, я могу что-то немножко не напутать, а не знать каких-то последних, да, там, изменений, но в состав этого ЕГЭ входит просто серия сочинений, не одно сочинение, а вот так вот вы сели писать, шокия, и должны написать, да, шесть текстов подряд. Тогда, значит, достаточно быстро, желательно так, значит, и точно, и эмоционально, и прочее, прочее, прочее. То есть вот далеко не каждый журналист сдюжит. Я вообще с ужасом слушаю вас, и думаю, как хорошо, что я закончила школу в прошлом тысячелетии. Да, да, да. Вот. И вот в нашей системе, да, значит, мы, ну, во многом работаем прямо индивидуально с ребенком, да, вот над его какими-то сложностями, да, пытаясь понять, ну, как бы, что сбоит, да, то есть вот что, почему не получается, да, то есть в чем, собственно, затык, да, то есть вот он не помнит или, там, не знаю, он не умеет связать, там, свой ответ с, там, заданным вопросом. И про это тоже можно думать, да, там, самому родителю, да, или ассистенту. Но вот и в литературе, да, и в истории, и в общество знаний мы очень любим такой формат, когда собираются все дети, да, которые сдают, но иногда, там, мы делим, там, более сильные отдельно, более слабые немножко отдельно. И вот, например, на какой-то вопрос каждый, да, ребенок вырабатывает свой ответ, да, и, ну, вот мы получаем такую вот серию ответов разных, да, то есть вот когда ребенок слышит, да, что придумал, там, его партнер, ему самому бы, может быть, не пришло это в голову, да, и зачастую, когда работает ребенок и репетитор, ребенок придумал, репетитор говорит удачно, да, то есть ок, но что-то придумает сам репетитор, да, но когда это ни одна голова, ни две, да, там, а шесть, то это очень помогает, потому что зачастую, да, на один ответ, на один вопрос надо дать серию ответов, ну, например, да, значит, надо привести, как бы, примеры, да, вот подобных событий, да, в мировой истории, и вот какой бы можно было привести пример, да, вот я, да, порождаю какой-то один-два и все, а желательно три-четыре, потому что если ты приводишь не совсем точный пример, это не засчитывается, да, а если ты не привел нужного количества примеров, да, то это обнуляется, да, то есть ты не получишь никаких баллов, да, и вот здесь вот эти вот, ну, как бы, такой полифонический взгляд, да, там, на проблему, да, имеет очень большое значение. В такой же, да, работе мы любим, чтобы каждый ребенок готовил свой вопрос, да, какой-то, причем довольно объемный, да, и вот, ну, как бы докладывал его, а все остальные, да, значит, еще раз это слушали, добавляли, корректировали, да, значит, задавали свои вопросы и так далее. То есть вот напротив, да, такая вот, ну, как бы, групповая взаимная работа, да, когда каждый, да, может, ну, как бы ориентироваться, да, там, на результат и даже на образ мысли, понимаете, партнеров. Вот это вот очень обогащает, да, тоже насколько это возможно, да, значит, организовать, да, значит, в каких-то домашних условиях, да, ну, по крайней мере, можно к этому стремиться. Да, я бы еще добавила о том, как правильно выбирать репетиторов, можно говорить долго, как их искать, мы про это говорили в предыдущих наших беседах, я бы еще рекомендовала родителям, если вы все-таки идете таким путем, выбираете репетитора, не полениться поприсутствовать на одном-двух занятиях, которые проходят, посмотреть, как они строятся. Очень часто бывает так, что приходят родители, говорят, вот с репетиторами ребенок все решает, как только он попадает в школу, ничего не складывается. Просто знаю на практике, что очень часто вот репетитор, ну, выполняет за ребенка его работу, порой просто выполняет домашнее задание за ребенка, и потом это сдает в школе. То есть вот, понимаете, вот с такой подпоркой ребенок работает, мало что берет в школе, мало что делает сам дома, а в итоге такая картинка благостная, что вот с репетитором он все делает. Редкий репетитор наберется терпения, вот действительно, не бежать впереди паровозик, да, просто даже выдержать, чтобы ребенок сам родил мысль, чтобы ребенок какой-то поисковый включил аналитический взгляд на проблему. Репетитор очень часто отрабатывает все время, решает за ребенка. И тогда вот такой создается эффект, что с подсказками репетитора ребенок вроде как продвигается. Как только он получает самостоятельную задачу, он зачастую даже не понимает, что от него хочет, что от него требуется при решении этой задачи. Да, вот на самом деле у меня родилась такая мысль сейчас, что для такого настроенного на результат ребенка и родителя репетитора можно использовать как эксперта, понимаете? То есть вот таким наставником, собственно, тренером может быть родитель, присутствовать вдвоем. Только я боюсь, что ваш репетитор быстро сбежит. То есть вот Юля сказала послушать, посмотреть, как происходит работа, а позадавать вопросы, а попытаться, правда, самому понять. Да, значит, и увидеть вот понимабельно или непонимабельно, понимаете? Вот. И вот, ну, правда, вот выступать в качестве тренера, да, используя репетитора как эксперта. Но бывают, конечно, да, гениальные репетиторы, если вам так повезло, что это супер. Да, если вы видите, что вот поэтому решу ЕГЭ, да, там есть продвижение, да, значит, есть ускорение, да, вы видите, что действительно ребенок там по темам, да, значит, двигается. Но вот, но держите руку на пульсе, да, потому что тоже, да, значит, в начале года, да, у репетитора пять детей, а в конце года у него 25 детей, понимаете? И он, значит, бегает между этими 25 детьми, ну, понимаете, да, приближается ЕГЭ, и, значит, ну, все новое и новые ученики появляются, да, и даже неплохой репетитор уже оказывается просто такой, знаете, загнанной лошадкой, да, значит, которая не очень держит колею. Вот, ну и, конечно, да, вот нюансов этих очень много. Все реально, да, если есть цель и вот как-то грамотно простроена тактика, да, то вот, ну, результат гораздо более высокий, чем если бы вы этого не сделали, да, значит, точно будет, да, и, ну, как бы, если все сложилось еще и удачно, то может быть и очень достойный результат, да, но, с другой стороны, если вам повезло, да, значит, встретить, ну, такую команду, да, людей, которые, ну, действительно готовы прожить это время с вами, да, которые, вот, ну, берут ответственность, да, там, за ваших детей, найти действительно качественную и тщательную школу, то это, да, такое счастье переоценить, которое очень сложно. Вот, к моему удивлению, знаете, вот мы каждый год же, да, набираем детей, и вот родители, которые ведут детей в первый класс, они очень мотивированные, они готовы все делать вместе с детьми, обсуждать каждую его удачку-неудачку, да, значит, вот просто, вот, ну, я не знаю, да, значит, это такая классная команда, которая, к сожалению, иногда многое делает за ребенка, да, но, тем не менее, классная команда поддержки. Дальше, значит, как бы мотивация родителя падает, и в 11 классе зачастую родитель скорее, знаете, включает спортивную злость, как я говорю, да, то есть считает, что его задача такая, как эта палочка, да, значит, которая погоняет, да, тьютер, да, значит, так называется или кто, вот, то есть вот такая роль, да, значит, взбадривать все время ребенка, но совершенно точно, да, этого недостаточно, и именно в 11 классе ребенку требуется очень-очень-очень, да, обширная, разнообразная, вдумчивая, да, добрая поддержка и самая настоящая помощь. ЕГЭ – это командная игра. Как и вся жизнь, в общем-то, тоже. Да, 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 это такой хороший тренинг, как вообще дальше жить, да, как с девушками обращаться молодого человека, да, значит, с профессией, да, и прочее, и прочее. Мы сегодня очень много использовали терминов из большого спорта. Да. Результаты, скорость, выносливость. Да. Да, да. Какие-то спринты и марафоны, длинные марафоны, наверное, да? Да, да. Тактика и стратегия. Тактика и стратегия, да. И на самом деле, может быть, правда, стоит отнестись к экзаменам, к ЕГЭ именно так. Это очень интересный челлендж. Это не мучительная какая-то история, на которую обречены все, все, кто идет в школу, да, когда она или поздно приходит к ЕГЭ. Но, может быть, если добавить немножко спортивного азарта, такого вот драйва, и добавить его действительно всей командой, то настроение будет чуть-чуть другое. Сегодня мы сказали очень много конкретных вещей, которые можно использовать, и я буквально несколько назову, которые мне показались очень важными даже с точки зрения формулировок. Команда поддержки, уважение к работе ребенка, образовательный чекап или диагностика, выбор правильной школы и индивидуальный маршрут. Вот, наверное, это ключевые пункты. Подробнее мы рассказали, и если нужно, пересмотрите это видео, потому что мне показалось, что его нужно смотреть с конспектом, составить план действий и вперед. А мы ждем вас, если у вас будут вопросы, пишите их под нашим эфиром. Напоминаем, что это не первый разговор про единый государственный экзамен. Мы говорили об этом год назад, и вы можете посмотреть тот эфир тоже. Задавайте ваши вопросы, приходите в школу, приводите детей на диагностику и на серьезный и объективный разговор о том, как и куда двигаться дальше. Спасибо большое и до новых встреч. До свидания, удачи!